Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас пустые баночки. Здесь много средств Avon, FixPrice и также других компаний. Давайте начнем со средств для стирки. Вот такой вот Окс гель для стирки продается в FixPrice. Здесь полтора литра, цена у него наибюджетнейшая. Не помню, девчонки, то ли 77, то ли 99 рублей. По-моему, 99, да? И мне нравится, знаете, очень хорошо отстирывать. Здесь достаточно приличное количество ПАВ в составе, он справляется со своей задачей. Не могу сказать, что там идеально, но он очень хорош и я могу приравнять его однозначно к таким средствам, как Ariel, Tite и даже он чем-то схож с персилом. Больше всего мне нравится белый гель из этой серии, но в нашем FixPrice, к сожалению, его практически не достать. Либо сиреневый, либо желтый. Если увидите белый, берите его, он самый классный. За полтора литра цена сказочная и отстирывает хорошо. Аллергии никаких не вызывал. Запах у этого желтого такого, да, золотого цвета очень приятный. А душка не сильно прям такая ядерная, цветочная такая легкая, очень приятная. Поэтому обязательно буду брать, повторять покупку еще. Два продукта от Левраны покажу вам. Это у нас экологичный гель для стирки белья и экологичный кондиционер для стирки белья. Вот так они выглядят. Здесь у нас объем, по-моему, тоже, да, полтора литра. И это 100% натуральные ингредиенты. Здесь есть даже пометочка ЭКО. Для чувствительной кожи подходит, для детского белья, растительная основа, аромат эфирных масел внутри. Действительно, аромат эфирных масел мне напоминает эвкалипт, пихту, что-то такое. Он ярко выражен в бутылке, но на белье его практически не остается. То есть, когда вы постирали, достали, да, еще есть такой еле уловимый аромат. А когда белье высохло, его уже нет. Я знаю, что для многих девчонок это важно, и многие не любят, особенно в постельном белье, и тем более на одежде чувствовать ароматы после стирки. Они оба пахнут одинаково, действительно, эфирными маслами. Состав, если кому интересно, вот, можете нажать на паузу, почитать, да. Составы на самом деле экологичные. Это российский бренд. Можно заказать на сайте Леврана. Мне очень понравились тоже эти средства. Ее отстирывают хорошо. Кондиционер с кондиционированием тоже справляется замечательно, поэтому, как бы, почему бы и да. Еще из бытовой химии, девчонки, закончился чистин гель. Знаю, у него есть много поклонников, но я не смогла удержаться и взяла его в фиксе. Не содержит хлор, написано. Удаляет ржавчину, мыльные осадки, подтеки. Да, он хорошо действительно чистит, но он такой ядерный, он такой вонючий. Он такой тошнотворный. То есть, вот из бутылки, когда нюхаешь, чувствуешь парфюмерную одушку. Когда им начинаешь работать, особенно если в закрытом помещении, в ванной, в туалете, да, прям мне плохо начинает становиться. Поэтому я им заливала какие-то поверхности, уходила, на какое-то время приходила и в респираторе чистила. Поэтому это, конечно, не очень удобно. В этом плане мне больше нравятся средства Фаберлик. Они как-то помягче, что ли, по одушке. А так очищает хорошо, действительно хорошо. Но едкий он, конечно, я думаю, что вдыхать эти пары тоже как бы не айс. Поэтому вот так. Закончился у меня вот такой бальзам-ополаскиватель от Avon Advanced Techniques. Я его не по назначению допользовала уже, лишь бы как, да. И шампунь такой подарила соседке. Если ей подойдет, как бы пусть, пожалуйста, пользуется. У меня от средств этой линейки именно чешется голова. Поэтому я их больше брать не буду. И советовать, соответственно, тоже не могу. Что это дисциплина волос, и как-то он их действительно дисциплинирует, тоже сказать не могу. Обычный шампунь, а душка у них у всех приятная, мне очень нравится. Действительно напоминает подушки особенно. Салонный уход. Волосы гладкие после него. Но так как кожа головы реагирует на эти средства плохо, то и выглядят, соответственно, волосы плохо. Поэтому я больше средства для мытья волос, бальзамы в Avon брать не буду. А вы уж смотрите сами, как вы реагируете именно на эти средства. Еще раз я вам показываю вот такую вот тонирующую маску, не маску, бальзам, да, от Престиж. Когда я была блондинкой, многие спрашивали, что за цвет, что за чудесный цвет, как вышли и так далее. Была смывка от Сьос, и после нее вот этот вот тонирующий бальзам от Престиж. В оттенке BB01, да, называется вот платиново-серебристый. У нас продается в магазине Орхидея парфюм, стоят они у нас 119 рублей. И здесь такая туба, как бы ее хватает надолго. Девчонки, у меня здесь нет, я ее уже выкинула, наверное. То есть одной этой тубы хватает мне применений на 6, наверное, вот так. То есть это нормальный бюджетный вариант для тех, кто хочет выйти в платиновый, в пепельный оттенок. И он действительно стойкий, только держать подольше нужно. Я держу обычно минут 20 на волосах, хожу как с масочкой, потом смываю, и неделю спокойно на моих волосах сохранялся пепельный красивый оттенок. Так что вот такой вот бальзамчик, многие у меня про него спрашивали, девчонки, вот он, я вам его показываю. Добила наконец-то вот такую вот маску «Волшебные грибы» от Avon, да. Это корейская линейка, здесь 50 грамм стоит, она небюджетна. И почему добила наконец-то? Потому что закупоривала мне поры. Я использовала как крем для рук. Вот как крем для рук прекрасно. Как ночной крем для рук. Самое крутое, что здесь есть, это аромат. Вот аромат у маски потрясающий, какого-то люксового парфюма, он здоровский. Консистенция у маски очень густая, тут прям чуточку осталось. И такого цвета молочного, не чисто белого, очень густая. И мне понравилось, как питают руки. Возможно, и сухую кожу лица тоже будет питать замечательно, никаких нареканий не будет. Для сухой кожи очень даже, скорее всего, и подойдет, да. Но мою комбинированную кожу поры прям забивались на утро, поэтому на лицо, девчонки, с жирной комбинированной кожей, я не советую вам это средство применять. Но его, наверное, больше и не найдешь, потому что в Эйвоне сейчас уже стартовала новая корейская линейка, обновленная. Возможно, этой больше и не будет. От шоконат хочу показать вам два средства. Первое, это у нас маска для волос, шоколадная. Шоконат это отечественный производитель, у них есть свой сайт, можете погуглить, посмотреть, там довольно бюджетные цены. Мне очень понравилась эта маска для волос. Она действительно шоколадного цвета и пахнет шоколадом, настоящим, натуральным. Она на самом деле натуральная. И здесь еще в составе масла жажаба. Я наносила прям на все волосы. Надо, правда, это делать все аккуратно, потому что цвет подразумевает, что ваша ванна окрасится тоже. Не то, что окрасится, но придется потом, конечно, ее почистить. Поэтому все это делаем аккуратно. Я наносила на все волосы, под шапочку держала полчаса. Волосы потом изумительного оттенка. Если у вас темный цвет волос, еще и придают оттенок. Блондинкам есть линейка с белым шоколадом, если что. У них маска восхитительная, хватило надолго. И наносить ее на волосы – это сплошное удовольствие. У меня ребенок все время хотел ее съесть. Мне тоже хочется, потому что пахнет изумительно шоколадом просто. И работает на волосах, она очень хорошо. Волосы потом блестящие, какие-то такие, знаете, напитанные, здоровые, но не утяжеленные ни в коем случае. И второй продукт от Шоконад, который хочу показать, это у меня пробник. Крем-суфле для лица «Золотое ультра омоложение». У меня, девчонки, некоторые иногда спрашивают, такое ощущение, что кожа светится изнутри. Вот этот продукт именно такой эффект и дает. Здесь есть светоотражающие частички. Мне безумно хочется попробовать полноразмерную версию этого крема. Но он очень питательный, девчонки. Идеально подойдет для сухой кожи. Но я наносила его под макияж и на свою комбинированную кожу. И как бы ничего с ней не случилось, пора не забилась, все нормально. Крем безумно питательный, красивый. Он такой светло-золотистого, что ли, цвета. И кожа потом выглядит здоровой, напитанной и сияющей. Вот классный крем, один из немногих кремов, который прям вот произвел вал впечатления после первого применения. Закончился дезодорант от «Эйвон» для женщин. Абсолютная свежесть, защита 48 часов. Дезодорант в формате спрея. И вы знаете, ну как-то нет желания больше брать. Не очень. Он хорошо справляется со своей функцией. Аромат, конечно, у него классный, мне понравился и так далее. Но вот то, что тут написано «Защита 48 часов» нет. Если пойдете особенно куда-нибудь там в спортзал или будет какая-то физическая нагрузка, тоже нет. Поэтому вот эту покупочку повторять больше не буду. Вот почти та же песня с дезодорантом «Рексона» шариковым. «Алоэ, вера и бамбук». Тоже написано, что 48 часов защиты, но, девчонки, как-то вот не ась. Раньше «Рексона», но я брала, правда, твердые, были прям как-то вау и ах. Здесь нет, вообще не зашел. Даже фаберликовские дезодоранты, да, антипреспиранты шариковые, справляются с этой функцией гораздо лучше. Закончился сухой шампунь от Vitex. И что могу сказать, девчонки, классный. Объем и свежесть с экстрактом граната. Он действительно справляется со своими функциями. Пользовался крайне редко. Им он у меня уже, наверное, год стоит и пыталась все добить. Потому что я как-то больше люблю помыть голову, нежели грязной голове придать чистый вид с помощью вот таких вот средств. А с целью придания объема прически, да, девчонки, да, и еще раз да. То есть поднимаем прядь, наносим вот близко к коже головы, прочесываем и все. И действительно, на голове такая шапка, объем классно. Поэтому вот с этой целью мне нравится. Но с функцией своей справляется идеально. Кто ищет хороший, достойный, бюджетный, сухой шампунь, рекомендую присмотреться к вам к Vitex. Два шампуня для головы покажу. Один детский, это тоже Vitex, модница и красавица для детей с 6 лет. Вот так выглядит этот шампунь. Что могу сказать? Ну, вау-эффекта никакого. Шелковистые блестящие локоны нет. Написано, что здесь масло, органы, протеина, шелка. Ну, никакой шампунь. Мне не очень понравился. Одушка классная, цвет у него такой перламутровый был. Бюджетный, конечно, вариант. Но мне не понравился. У дочери длинные волосы, и он никоим образом не облегчал ни расчесывание, не улучшал как-то их структуру. Поэтому я не буду больше покупать шампуни. Я не дружу с шампунями, да, от Vitex белорусскими. Никакие мне не подошли ни маски, ни шампуни. И вот как-то у дочери не сложилось. И шампунь очищения и нормализации от Organic Zone. Organic Zone – это вообще, девчонки, у меня сейчас в фаворитах по уходу. Мне понравился очень этот шампунь. Это эко-продукты на основе натуральных компонентов для жирных укорней и сухих на кончиках волос. Organic Zone можно купить на Wildberries. Есть в масс-маркетах, в больших торговых центрах. Есть в магазинчике Organic Zone. Это довольно бюджетная линейка. То есть там нет никаких запредельных цен. И это работающее хорошее средство. У них крутой пилинг. Я вам потом обязательно покажу его. Который очень бюджетный, но он очень крутой. И шампунь этот тоже понравился. Прекрасно справлялся со своей функцией. Волосы долго оставались свежими. Пенится он, конечно, не очень, потому что это натуральный продукт. А работает прекрасно. Понравился и взяла бы с удовольствием еще. Выкидываю у девчонки вот такую подтягивающую гель-маску для лица и декольте. Коллаген из Fixed Price, потому что это какой-то ужас. Это сопли, которые тянутся по вашему лицу еще и кусками. Выдавила на свою голову. Сейчас покажу. Кусок вот вывалился прям мне на штаны. Смотрите, вот так выглядит эта маска. Она вот такими кусками. Прозрачный гель. Распределить ее по коже практически нереально. Просто выкидываю. Покажу вам еще вот такую вот краску для бровей Esteele. Тон графит. Брала для бровей. Использовала немножко не по назначению, девчонки. Потому что брови мои этот цвет не окрашивал. И стойкого результата никакого не давал. Кожу не прокрашивает, а мне именно это и нужно. Здесь в составе 6% оксид. Вот такая бутылочка. И вот сама краска здесь была. 50 мл. Была удобная щеточка, которую можно наносить на брови. И даже маленький такой мерный стаканчик. Но нет, для бровей нет. Нет, еще раз нет. Вообще никак. Какую-то я вам показывала краску Studio Studio. Вот Studio с эффектом татуажа. Она прям так и называется. Вот она стойкая. Она и кожу прокрашивает. И дней 5 ходите. Минимум вообще не паритесь. Я добила эту краску на волосы. Девчонки, предыдущий раз, когда была в темном цвете, да, я использовала ее на волосы, да. И получился очень классный холодный оттенок. Поэтому кто ищет оттенок графита для своих волос, да, он темный. Не смотрите на пачку, он получается совсем темный. И стойкое, кстати, окрашивание довольно на волосах. Поэтому вот как-то так. Нравится мне волосы красить красками для бровей. Еще один продукт для здоровья волос и кожи головы – это серум. Серум для волос, Тро Академии. Это, по-моему, у нас тоже Леврана, если я не ошибаюсь. Вот так он выглядит, серум. И вот так выглядит сам флакон. Очень удобная пипеточка. Здесь 50 мл. Набирать средств удобно. Она достает до дна практически. То есть прям никаких нареканий. Это такая была полупрозрачная белесая сыворотка. Девчонки, мне очень понравилось. Вот использовала ее, наверное, 3 раза в неделю перед помывкой головы, на ночь, да, втирала. И тоже щеточкой массажной потом по волосам проходилась. Классный продукт. Действительно, мне понравилось, как работает на волосах, абсолютно их не утяжеляя, да, с учетом того, что мы наносили его на прикорневую зону. Волосы блестящие, волосы здоровые. Прошла полный курс. И как-то вот состоянием своих волос очень довольна. Поэтому увидите на сайте Леврана. Это не дорогой продукт, бюджетный. Советую, у кого есть проблемы с выпадением. Отличный продукт. Так, два продукта из фикса еще. Это скраб для тела жиросжигающий ореховый. Жиросжигающий, конечно, сильно сказано. От фитокосметик. Мне безумно понравился этот скраб не только на тело, девчонки, но и на лицо. Он имеет довольно такую масляную консистенцию, белесую, да. И в составе очень много вот этого, я не знаю, орехового жмыха, что ли. Но достаточно твердые частички. Аромат потрясающий. Очень нежный, классный. Да, кедровый жмых здесь с маслом зеленого кофе. Вот. Даже экстракт бурых водорослей. Кожа после этого скраба безумно мягкая. Помимо того, что вы отшелушиваете, да, и скрабируете кожу, потом еще и она напитывается с помощью этих масел. Она прям лоснится после него. Он пока у меня фаворитов из всех скрабов, которые есть в фиксе. Еще один белорусский продукт. Это Новосвит, гиалуроновый пилинг, скатка для лица. Вот так выглядят, девчонки, в белорусских магазинах, магазинах белорусской косметики. Можете увидеть. Я уже пела ему хвалебные отзывы. Это достаточно деликатная скатка для лица, которая похожа на скатку от Фаберлик, которую вывели из производства. Всеми любимую. Очень похожа и по действию, и по эффекту. Распределяем по коже, ждем буквально несколько минуточек, начинаем скатывать. Скатывает хорошо. Поэтому вот этот продукт понравился. Возможно, возьму себе еще такой на лето. Потому что пилинги летом нельзя делать, а вот скаточки, пожалуйста. Здесь гиалуронка и коллаген. Ощущает от загрязнения макияж и выравнивает рельеф кожи. Действительно, да, порой вычищает, тон выравнивает кожу после него гладенькая, очень приятная. Так, ну и дальше Эйвен, по-моему, остался. Закончилась малышка Тумороу. Классный аромат. Нравится. Но не для повседневки. Мне вот он тяжеловат как-то на повседневную основу. Праздничные пожелания сияющей феи сахарной сливы. Лосьон-спрей для тела, мгновенная свежесть. Девчонки, как я ждала этот лосьон-спрей, и как он меня разочаровал обилием спирта в своей одушке. Прям спирт-спирт, и когда распределяешь его на тело, даже может поджигать прям. Ну, очень много спирта. По-моему, я читала вот здесь даже на первом месте. А запах аромат сливы сам классный, когда спирт улетучивается. Такие сушающие средства применять на тело я не рекомендую. Я смешала его с лосьоном для тела, и вот пусть оно вот будет так. Перелила в лосьончик, потому что как самостоятельный продукт, но это, конечно, трындец, девчонки, спирт на кожу наносить. Нам, наоборот, ее надо увлажнять, питать, а здесь такая песня. Так, закончился вот такой вот праздничный астролиц. Здесь лимитированная серия Иван пен для ванн детских. И, по-моему, здесь тоже сливы, если я не ошибаюсь. Была, да, по-моему, сливка. Классный сапах, потрясающий, хорошая такая пена. Пена прям было много на всю ванну. То есть расход минимальный. Цвета зеленого, такого зеленоватого, да? Понравилось. Действительно понравилось. Пены давало много, кожу не пересушивало, поэтому почему бы нет. И последний продукт, который покажу, это маска от Плэннед Спа, тонизирующая гармония. Охлаждающая она должна быть. У меня она ничего, девчонки, не охлаждала. Тонус, ну, тонус, возможно, какой-то и был. Это гелевая маска, вот такого вот она зеленоватого цвета. И даже тонус вот кожи как-то слабоватенько. Гораздо больше мне нравится это не тонизирующая, а масочка, знаете, такая фиолетовая туби. И сама она гелевая, и тоже фиолетовая. Вот от нее как-то тонуса побольше. Поэтому вот эту маску, которая ничего мне не охлаждала, по факту, и не тонизировала, я больше повторять не буду. Хотя мне многие маски из этой серии нравятся, именно вот эту нет, больше не возьму. Ну вот, девчонки, пожалуй, и все. Если мой обзор вам понравился и был полезен, обязательно ставьте лайк. Так, подписывайтесь на мой канал, впереди нас ждет много интересного. А я с вами прощаюсь до следующих видео. Всем пока-пока.